Итак, друзья, всем привет! С вами снова Дэнс из Дэнди Тим. Рад видеть вас в очередном ролике по подготовке моей ракеты, а именно Apollo Elite RFZ-125 к гоночному сезону 2021. Как видели из прошлого ролика, я разобрал полностью мод. Сейчас смотрю на некоторыми узлами, решаем, что делать. И в общем, что мы делаем сегодня? Ребят, я решил снимать мотор. Почему я решил его снимать, это вы узнаете в процессе этого ролика. Ну, он проехал сезон, он проехал хороший сезон, он отпахал прям как надо. Я им очень доволен, и я хотел бы немножко что-то поменять в конфигурации своего мотоцикла. Ну, в общем, что рассказывать? Сейчас будет в основном разборочка, и, конечно, увидите, что будет дальше. Ну, в общем, что говорю? Приятного просмотра, ребят! Мы начинаем! Поехали! Вот он, как из прошлого ролика, вы помните, это мой Аполло. Поснимал всякие мелочевки, снял брызговик свой самодельный. Здесь все так же пока снятое. Летающий мод. В общем, потихоньку, помаленьку все делаю. Здесь смотрю обоим, и менять, не менять. В принципе, заусенец нет, все работает отлично. В общем, сейчас какие планы? У меня первостепенная задача, ребят, сейчас снять двигатель. Ну, поехали тогда! Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, по факту мы сняли вкусной коллектор вместе со всем карбюратором, с тросиком. Сняли сцепление тросик, открутил уже вот защиту, снял фишку, защиту отвернул. Мне осталось только 4 винта снизу и один вот здесь. И все, и у нас мотор будет снят. Вот так это все, конечно, сейчас выглядит. Да, из мотика получилось, но вот кратышечка. Также снял глушитель для того, чтобы нормально было снять выхлопную систему. Все шпилечки целенькие, это все отлично вообще. Ну, я думаю, прям все огонь. Осталось... А, кстати, да, еще два банджа-болта на масло-радиатор обязательно надо открутить. Банда, следующий день. Разбираю мод. Ну, как сказать разбираю? Уже не начал собирать, конечно. Ну, короче, что с модом? Вот мой мотоцикл. Дожили. В общем, все, снял вообще абсолютно. Раму уже освободил. Подшипники, кстати, уже собрал. Траверсы уже собрал. Все помазано. Все крутится. Вообще все круто. Ни мотора нет. Колеса разул. Резина эта. Ужас, блин. Фу. Камерки. Даже не проткнул монтажками. Дело все монтажками. Такими вот монтажечками от компании SEMPARTS. У меня вот их тут две и одна рабочая. Вот так вот. Колесики. Все уже разут. Сейчас спицы протяну и надо собирать. Парами все отлично. Наши усиления вот эти вот выдержали. Вообще ни одной трещинки. Все прям как и должно быть. Супер. Я прям очень доволен работой. Рама на Аполике живет. Подвеска уже разобрана. Готовы к транспортировке на ремонт. Сегодня ее заберут. Маятник сегодня тоже надо будет собрать. Подшипники в норме. Единственное только вот эти вот манжеты. Надо бы поменять, конечно. Главный вопрос. Где мотор? Вот мой двигатель лежит. В общем, мотор я продал. Мой любимый 153 FMI отработал мне на все 200. Сейчас единственное снимем зажигание. Поставим заводское большое. И все. Мотор уже уезжает к человеку. Отпахал он мне. Прям вообще на ура. Респект. Прям огромное ему спасибо за это. Надо идти дальше. И совсем скоро вы увидите, какой будет у меня новый двигатель. И я думаю, кого кто-то скажет, я так знал. Кто-то скажет, красава. Кто-то скажет, блин, отписка. Но чуть позже посмотрите. Потому что он приедет чуть позже. Вот. Я не знаю. Может, это будет в этом ролике. Может, уже в следующем. Но пока что ничего не могу точно по этому сказать. Кстати, подшипники я смазал вот такой смазкой от компании Maxima. Это Maxima Grace. Она именно водоотталкивающая. И подшипники с ней будут прям вообще в надежных, как говорится, руках. Вот так вот эта гадость выглядит. Жесть. Если вам надо крутую смазку, вот. Maxima Grace. Она есть. Она стоит в районе, там, 900 рублей банка. Но она здоровая. Ну, и она будет служить вам прям очень-очень долго. К флиперам, которые ставятся на колеса, я отношусь скептически. Потому что, ну, они постоянно проворачиваются. Подвижные. И, ну, в общем, толку от них, мне кажется, нет. Вот. И поэтому, что я всегда делаю. Я покупаю вот такую вот тряпочную изоленту. И вот у меня уже готов опыт. И вот я прям вот сюда вот все это аккуратненько наматываю. Потом делаю отверстие под буксатор и под ниппель, соответственно, и собираю. Честно говоря, ни разу не подводила такая штука. Плюсом к тому недорого. И, грубо говоря, раз в сезон можно поменять. Так что давайте это все сейчас сделаем. Только единственное, перед тем, как клеить, обязательно обезжирить. Грязюка нереальная. Можно, конечно, не обезжиривать, но изолента может не приклеиться и также провернуться. Иначе смысла нет. Ну, а так давайте сейчас все приклеим. Здесь вот так вот все закрыл все спицы и также снизу. Сейчас уже надо начинать бортировать колеса. Субтитры сделал DimaTorzok Он не слушается. Денис шиномонтажник. Двадцать четыре на семь выездной парень. Вместо мыльной воды используйте полирольку. Скользко-бечен. Главное, не поскользнуться, когда держать. Я чуть не убился. Ну что, друзья, вот мне обслужили подвеску. Для вас это прям произошло прям буквально очень быстро. Для меня это произошло почти пять дней. Обслужили вилку, обслужили амортизатор. Все, теперь круто работает. И я начинаю потихонечку собирать мотоцикл. На данный момент все разложено вот так. Вилочка моя. Гайки покромсались. Жалко. Ну ладно. Амортизатор тоже сделанный. И, в общем, сейчас что надо делать? Надо ставить вилку. Соответственно, на нее лопушки. Ну и все здесь крепить. И главное, ставить, ну, закреплять уже крепко траверсу. Потому что, как вы помните, я ее промазал. Ну и все, как бы, надо делать уже. Смотрите. Низ я затянул на вилке. Верхнюю траверсу я еще не тяну. Потому что нам надо, главное, закрутить вот эту основную гайку. Когда вы все рулевое, все подшипники поменяли, обязательно сначала вставьте перья, затяните нижнюю траверсу. Потом, не затягивая верхнюю, вот эту гайку центральную затяните. Когда она уже подожмется, чтобы подшипники хорошо были сжаты, как бы в рабочее состояние. Тогда обязательно закручивайте верхнюю траверсу. Сейчас я, кстати, так и сделаю. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, друзья, вот и на этом я и хотел закончить сегодняшнюю серию. Нормально потрудился. Вроде сделал очень много. И главное, что начал собирать мотоцикл. Потому что уже весна, уже очень хочется гонять. Ну и, сами понимаете, надо быстрее тренироваться. Вот что мы имеем на сегодняшний день. Это перебранная вилка. Здесь все собрано. Стоит уже переднее колесо, крыло. И скоро я уже в следующем ролике буду ставить маятник. Друзья, мне пришел новый двигатель. Пишите в комментах, как вы думаете, какой. Я думаю, вы ни за что не угадаете, что это самотор. Ну, кого-то это разочарует. Может быть, кого-то наоборот порадует. Ну, не знаю. Посмотрим вашу реакцию в следующем ролике. И да, ребят, я шлемок себе купил. Угадай, какой. Также ваши предложения в комменты. И кто первый угадает, от меня будет небольшой презент. Поторопись. В общем, что. А вам я хотел бы сказать огромное спасибо, что вы досмотрели этот ролик до конца. Я, на самом деле, очень переживаю. Потому что скоро сезон. И эмотик меня просто не должен подвести. Скоро он, наконец-то, соберется. И мы начнем тренироваться и показывать класс. Наконец-то на нормальной резине. Ой, как я рад, господи. Ну, ничего. Совсем уже скоро мы соберем и поедем кататься. Что бы еще хотелось сказать в заключении. Подписывайтесь, пожалуйста, обязательно на мой канал. Если ты не подписан, сделай это. Поставь колокольчик. Чтобы не пропустить абсолютно новые ролики по этой ракете. Ну, и вообще о жизни моей и моей техники. Подписывайтесь, пожалуйста, на мою группу ВКонтакте. На мой Инстаграм. Если какие-то вопросы, я всегда на связи. Пишите. И да, кстати, если вы еще не в курсе, я сделал беседу от нашей группы ВКонтакте Дэнди Тим. Так что залетайте, будем общаться, обсуждать различные темы. И я думаю, вам понравится. Ну, а с вами был тот самый Дэнс из Дэнди Тим. Всем удачи. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok